Житие преподобных отцов наших Спиридона и Никодима Просфорников Печерских Посрамит. Из таких избранных был преподобный отец наш Спиридон, о котором предстоит речь. Этот блаженный, происходивший не из города, но из одного селения, был совсем прост относительно хитрости книжной и невеждано словах, но не разумом духовным и не делами богоугодными. Ибо страх Божий, которой есть начало премудрости, имея в сердце своем, пришел он в Печерский монастырь и приступил к жестокой монашеской жизни. Не зная грамоты, он начал учиться читать книги, хотя был немолод летами. И выучил он наизусть всю псалтирь и крепко трудился о спасении души своей, беспрестанно воспевая псалтирь и всякий день до конца. Бывший тогда игуменом Пимен постник, видя, что он муж смиренный и трудолюбивый и постоянно прилежит молитве и посту, и во всем не порочен, поручил ему богоприятное послушание печь хлебы, приносимые к божественной литургии на таинство хлеба Христова, то есть просфоры. Блаженный же Спиридон, усердно работая в пекарне, не отменил своего подвига и труда духовного, но порученную ему работу исполнял со всяким благоговением и страхом Божиим. Труд рук его было чистое и непорочное приготовление жертвы, приносимой Иереем. Плод же уст его, который он приносил, была жертва постоянной хвалы Богу. Когда он рубил дрова или месил тесто, имел в устах своих псалмы Давида, чтоб по обычаю своему ежедневно кончать псалтирь, что он и исполнял. Однажды этот блаженный, делая обычную свою работу, развел огонь, чтоб печь просфоры, и от вырвавшегося пламени загорелась крыша кельи. Тогда блаженный, взяв мантию свою, закрыл ею устье печи и, завязав рукава в лосенице своей, побежал с ней к колодцу, наполнил ее водой и, поспешно возвращаясь с водой, звал братью, чтоб помогли ему тушить. Братья, сбежавшись, увидала дивную вещь. Мантия, которой блаженный закрыл устье печи, не сгорела, и вода, которой погасили пожар келей, не вытекла из влосеницы. И прославили громко Бога. Был у блаженного Спиридона помощник, один брат именем Никодим, который во всем был с ним единомыслен и единонравен в молитве и в ручном труде. Оба они ревностно и богоугодно послужили в деле печенья Просфор тридцать лет. Чисто и непорочно совершая свое дело и приставившись в добром исповедании, насыщаются славы Божией, которую видят уже больше не под видом предлагаемого хлеба, но лицом к лицу. Их святыми молитвами донасыгимся достойно и мы хлеба жизни, благодати и славы Христа Иисуса. Ему с Богом Отцем и Святым Духом подобает честь, слава и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь. День памяти преподобных Отец наших Спиридона и Никодима Просфорников Печерских Православная Церковь совершает 31 октября.